Леденцы и пряники, игрушки и украшения, куклы и элементы одежды, подарки на любой вкус и кошелек. В музейном комплексе «Артишок» провели новогоднюю ярмарку. Сюда собрались мастера со всего Подмосковья и ближайших городов, а жители смогли приобрести уникальные предметы ручной работы. Мария Корнилова по профессии бухгалтер, но всю жизнь занималась творчеством – вышивала, рисовала. А шесть лет назад плотно занялась сухим валянием и вскоре поняла, что теперь это больше, чем хобби. Девушка делает брошки, игрушки, магниты и другие предметы декора. Говорит, это интересный, но долгий процесс. Сколько требуется времени для изготовления одной игрушки? Для изготовления такой мышки, например, требуется около 30 часов беспрерывной работы. Так как у меня маленький ребенок, я работаю урывками, день там, два часа получится, день там еще сколько-то. Плюс здесь еще, видите, очень мелкие такие детальки из полимерной глины, тоже их нужно вылепить, усики прикрепить. В преддверии праздников всем мастерам предложили принять участие в конкурсе на самую красивую новогоднюю игрушку. Победители будут выбирать сами жители. Участники ярмарки удивили своей фантазией. Символ Нового года делали из искусственной кожи, веток, а Ольга Удова мышку связала. Ученая мышь, у которой есть карандашик, блокнотик, и она записывает туда все впечатления своей жизни. Расскажите, что вы еще предлагаете? Ну вот предлагаю кукол. Куклы из папье-маше, сделаны по театральной технологии. Они вот, год театра был, у нас у меня появился такой петрушка. Все довольны и счастливы, по одной простой причине, что у нас каждый день было весело, как минимум. Да, люди ходили просто, ходили на мероприятия, просто на ярмарку заходили. У нас каждый день на полной атмосферой праздника. То есть у нас помимо новогодних мероприятий, интерактивных елок и программ, у нас еще тематические дни прошли. У нас был день танца, у нас был день вокала. В предновогодние дни здесь прошли самые разные мастер-классы. Например, спортсмены обучили всех желающих игре в настольный теннис в рамках Дня спорта. Продолжение следует...